В общем, мы перезашли. Девочки, извините за технические неполадочки. А вопросы теперь как искать? Никак. Нам просто должны написать заново вопросы. Девочки, напишите вопросы, пожалуйста. Я не буду так долго отвечать, постараюсь. Повторите вопросы. Здравствуйте. Добрый вечер еще раз. Взаимно. Добрый вечер. Еще раз. Добрый вечер. И снова здрасте, короче. Оборудование доставили, слава Богу. Ну, как вам сказать, не полностью еще ж. Ну, в смысле твоего... А, да. Если техника, да. Да, техника уже почти. Сколько будет примерно стоить МК-сафари? Две тысячи начальная цена будет. Здравствуйте. Добрый вечер. Так, ну что, девочки, задавайте вопросы. Ну, что вам еще рассказать? Про сафари я сказала. Ну, в группе мы будем продолжать. Осталось два месяца, но уже двенадцать. То есть, еще нет двенадцати месяцев, но уже есть двенадцать МК. Платье Анаит, цветочек. Мы завтра постараемся сделать обзор всего, что мы за последнее время шили. Вот три платья, да. Мое и два Анаит. Но поскольку у меня срочный заказ, постараемся сделать, конечно, на канал. И еще мы сегодня купили новые журналы, но мы еще их даже не листали. Но так бегло в магазине просмотрела. Вот этот книг, он очень интересный. Так, подожди. Пропустила начало. Кратко расскажите о вашей студии. Да, сейчас расскажем, какое платье можно шить из муслина. Ой, из муслина? Я, кстати, о муслине хотела сказать вообще отдельное видео или пост, потому что вот я с Атюшей шила платье. Ну, и вообще я на летнее изделие ставлю муслиновую подкладку. Правда, муслина стрейч не бывает, но все равно это замечательный материал. Я его очень люблю, как в качестве подкладки под летнее изделие, так и в принципе. А что можно шить сейчас? Модные вот такие платья объемные, по типу того, что мы на канал шили. Одно и второе вот такие, с утрированным рукавом. Ну, в общем, очень хотим на ютюбе урок платья вырез, как у сарафана Рита. А какой у Рита? Какая Рита? А рука фонарик? Наверное, вот это платье вырез, как у сарафана Рита. Уточните, какой сарафан Рита? Нет, я не поняла. Вот из муслина надо шить вот такое, девочки, с утрированным пышным рукавом, платье, с какой-то пышной юбкой, потому что муслин не терпит, из него не сошьешь облегающе. Надо что-то такое объемное. И сейчас как раз очень благодарное для муслина время, да, в моде. Все такое утрированное, объемное, и как раз вот муслин для этого замечательно подойдет. В студии нет, еще не начали, но мы туда уже потихоньку все. Какую машинку купили в этой... Ну, вот мы, Гурген долго изучал все материалы, видео, и все-таки пришли к выводу, что надо брать джуки по многим показателям. Ну, в общем, я взяла в студию джуки. Пока работать мы нет, не работали там. Любим вас. Спасибо. И мы вас тоже очень любим. Сегодня я смотрела вашу студию, она шикарна. Дерите, девочки, что мы туда заходим и не хотим оттуда уходить. Мы там отдыхаем. Вот, ну, уже мои клиенты уже... Как вам сказать? Все, уже карантин закончился, я так понимаю, но еще две недели потерпят, и я уже, надеюсь, вольюсь в работу. Вот. Я хочу сказать, что мы все заказывали по интернету. Пришлось. Вот видите, мы так давно мечтали, что мы себе вот такое вот удовольствие предоставим ходить, выбирать что-то для студии. Это для нас будет отдых. Но видите, как получилось, что все мы выбирали вот так вот наобумну. Пока все нас радует, слава Богу. Я все время вспоминаю, что я когда-то в свое время рискнула шить дистанционно. Это было... Сейчас все шьют дистанционно. Ну, а в то время это была авантюра, конечно. Вот. И все, и никто не верил. Такие споры были. Нет, вы, наверное, этого человека знали. В общем. А теперь получилось, что мы дистанционно делаем все, видите. Сафари с какой тканью? Что покупать? Сафари из хлопка. Можно из габардина, смотря какой у вас сезон. Там у нас будет какой рукав? Он такой интересный. Интересный рукав. Как в моде сейчас. Он, значит, удлиненный рукав. Ну, как удлиненный? Господи, какой же он там, как это называется? Да. Девочки, ну, такое приспущенное плечо в меру. Мы вам написали столько слов любви к вам, наши друзья. Спасибо. Спасибо. Вы всегда так щедры, добры к нам. Спасибо. Мы стараемся, девочки. Расскажите о платье Анаиды Скрипляшиной. Ну, вот платье Анаид я очень надеюсь, что завтра вот я все успею. И мы сделаем, значит, обзор платья. Ну, что рассказать об этом платье? Платье в журнале это был топ, но мы решили делать платье, потому что платье это более функционально, не надо. Топ он сам по себе хорош, но я так думаю, была бы проблема его с чем-то сочетать. С джинсами я его не совсем вижу, с брюками тоже. Ну, вот этот валан немножко, вот тот момент, когда, знаете, вещь хороша, но потом проблема с чем ее носить. Поэтому я решила сделать платье. Ну, и вот так получилось. Ну, сейчас бы я уже это платье, я его бы сделала более утрированным, этот валан, там, и длиннее. Так вот все получилось, как получилось. Ну, слушай, как всегда. Его можно сделать, да, ну, это творчество, его можно сделать еще более шикарным. Потом девочки, вот наша Анна Шнейдер, любимая, написала, что не буду шить. Я не поняла, почему не будет шить, потому что, ну, во-первых, это такой вне возрастной фасон. Кстати говоря, вот во времена НЭПа такие фасоны носили все возрасты. Ну, значит, не надо его, не обязательно его шить контрастным, не обязательно его шить из скрипдышина. Его можно шить из вискозы. Я так думаю, замечательно будет. То есть из тканей попроще. И там я в МК говорила, что можно из искусственных тканей шить, чтобы набить себе руку. Поэтому я рекомендую его шить всем. А девочку, которая будет снимать и монтировать, к сожалению, нет? Пока нет. Ну, мы не особенно сейчас и искали ее еще, пока так усиленно, поскольку было неясно со сроками. А теперь будем, да, искать. Да, сохраним прямой фил. Про сафари не было слышно, так как не было. Ну, вот я еще раз повторю, мы сафари будем делать, но это будет отдельная МК, там такая дизайнерская модель будет сафари. Из чего будем шить? Из хлопка, можно из габардино его шить. И что там еще? Пуговицы классические, роговые. Значит, что там еще? Клапаны. Рассказала? Ну, клапаны будут тоже интересные, необычные клапаны. Ну, как обычно будет сафари, но такое стильное сафари, современное. Что будет после того, как группе будет год? Новая группа? Ну, мама отдохнет. Девочки, я, дай Бог, переведу дух, потому что этот годик был, тот еще годик, я вам скажу. Я, в один момент я реально ощутила, что, значит, кипит мозг. Поэтому я очень устала, честно говоря, передохнула. Ну, это мама сейчас так говорит. Ну, я, может быть, да, на радостях потом. У меня очень интересные планы. И я потом, я помню, что я обещала заняться плюсиками конкретно. Но, опять же, плюсики у всех свое понятие о плюсиках. Ну, да. Ну, у нас уже есть на примете дама, которая живет недалеко, которая, я очень надеюсь, будет служить моделью для такой группы, для плюсов. Там будет какая-то небольшая капсула необходимых вещей. Ну, вот, вкратце скажу так. И мы будем это шить с примерками и прочее, прочее. Да. Ирина, подскажите, как правильно стачивать швы тонкого бархата? Ну, как правильно, там очень сложно. У меня есть МК. Как правильно, по классике это одно. Я в МК по бархатной блузе показала, как делаю я. Ну, в бархате очень много тонкости. Здесь так не скажешь. Классически вы вкалываете булавки. Потом классически, значит, вы сметываете туда-обратно. Вот, обязательно шелковыми нитками, которые, значит, не будут портить ткань. И строчите. Ну, у меня другой способ. Я показала в МК по бархату. Класс. Вот. И поэтому у каждого свой. У меня такой метод. Я бархат шью быстро и с удовольствием. Он для меня не представляет как особенных трудностей. Тем более, сейчас очень много приспособлений для работы с бархатом. Добрый вечер. Добрый вечер, Ирочка. Добрый вечер. Лита, это выкройка Вики Сью. Ну, я, девочки, я не в курсе этих выкройок Вики Сью. А, еще на Ютуб, да нет, девчоночки, вряд ли это мы сделаем. Хотя, кто его знает. Нет, девочки, я покажу, знаете, как я с этими выкройками, я не знаю. Честно сказать, девочки, все, что я вижу вот с этим хэштегом, оно какое-то на девочках какое-то бабское. Вы мне извините. Вот такое впечатление, что 17-летних девочек хотят сделать такими 50-летними деревенскими дамами. Извините, если кого-то задену. Но у меня такое впечатление. И потом, очень много моих девочек присылают мне, значит, в директ править вот эти вот платья. Сажать, ну, в общем, поэтому я не знаю, о чем вы говорите, но рукавчик, фонарик, я хочу отдельно показать, как его легко сделать. Ну, на Ютубе, наверное, как вот размоделировать, смоделировать. А нельзя мне сделать топ, который я хочу. А, там такой, да, утрежеванный фонарик. Поэтому, да, что-то покажем. Может быть, топ мы сделаем на канал. Девочки, с каналом у нас так все хорошо, вот эти два платья, конечно, очень понравились. Но почему-то, как-то они вроде выстрелили, но просмотров почему-то мало, да? Да нет, просмотров мало, но... Как-то вот у нас, как-то у нас мы не очень удачно складываются отношения с Ютубом. Кремплен подойдет для сафари? Нет, кремплен для сафари не подойдет, потому что в сафари ткань должна быть гладкая. А кремплен, ну, если вы имеете в виду кремплен, а не трикотин, да? Да и трикотин не подойдет. На сафари стрейч, если и нужен, то совсем небольшой. А кремплен – это фактурная ткань. Хотя сейчас, если посмотреть на подиумные модели, вполне возможно, что в стиле сафари шьют и с фактурной тканью. Но на наш фасон это не подойдет. Так, еще вопросы есть. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. Ой, у нас душно уже. У вас такая уютная студия. Спасибо, да. Ну, мы очень старались. Наш папа очень старался. Из какой ткани платье? Она эта, которая на ней? Комбинация? Да, девочки, по поводу комбинации я уже какой раз говорю. Да, конечно. Потому что эту ткань вот на это платье, да, топ, как мы его называем, я выбирала по интернету. Если бы я его щупала, конечно, ну, то есть я поручила, девочки подобрали по цвету. Я бы не брала бы эту ткань. Если брать крепдышин, если вы очень хотите из крепдышина, крепдышин должен быть чуть плотнее, он, знаете, такой шуршащий крепдышин. Но, значит, по поводу чехла, то я уже сколько раз говорила, что есть на канале платье комбинация, там мы его по косой шьем, а можно его шить по долевой, да. Вот. Обязательно надо шить себе чехол. Вот он у вас телесный, светлый. У нас вот она и темный телесный, светлый. У меня тоже. У меня их три разных оттенков телесного. Это очень удобно. Вы сшили любое платье, крепдышиновое или шифоновое, или шелковое. Вы не делаете подкладку, не утяжеляете это изделие, да, тем более, если оно летнее. Вы надеваете чехол из натуральной ткани, у меня из вискозы есть, и вам легко, понимаете, вот слои эти как бы дышат, и мне кажется, это надо иметь всем. Не зря же наши мамы имели вот эти все комбинации. Девочки, обязательно надо иметь. Такую именно модель Джуки. Сделайте обзор. Сделаем обзор. Да вроде как самая последняя модель Джуки. Ну, я сделаю, как смогу, девочки. Я этих терминов не знаю, вот эти вот привод, непривод. Это, я не знаю, какой из меня будет обзорщик. Это Гургену надо поручить. Гурген сделает обзор этой машинки. Привет из ДНР, любимые девочки. Здравствуйте. Добрый вечер. Рита, Вики, сюда. Мы не знаем. Ничего не могу сказать. Прямо аж интересно стало. Очень за вас рада. Спасибо. Вы прекрасно выглядите. Спасибо, девочки. Спасибо, девочки. И на ваше мнение. Хлопковый поплин. Господи, как же неудобно. Тонкий подойдет. Хлопковый поплин. На что? На сафари? Да, подойдет. Ну, знаете как? Хороший вариант, но... Вот, знаете, габардинового плетения было бы лучше. Ну, тоже хорошо. Для платья красотки. Какую руку можно взять? А, для платья красотки. Так, там у нас, значит, здесь, девочки, да любой, хоть фонарик возьмите, хоть обычный. Мне кажется, туда фонарик тоже подойдет. А, вот такое платье, то есть сарафан такой, а при чем фонарик. Девочки, ну, вот такой вот сарафан, их, по-моему, в Бурде даже изящнее, поизящнее есть много. Что, такой сарафан хотят, да? Ну, я не знаю, Рита, сарафан Рита. Девочки, ну, я не знаю по поводу Риты, но в Бурде очень много, по-моему, подобных. Да, это и... Ой, девочки... Я не хочу такое, допустим. Ну, по-моему, девочки, давайте уже как-нибудь двигаться вперед. Ну, видишь, людям... Ну, да, может быть, потому что на пуговицах. Да. Можно интереснее придумать. Через два месяца закончатся волшебные стишки, а что дальше? Девочки, да мы и сами без вас не можем-то. Ой, заказчица сейчас... Извините, сейчас мы, Ирина, для платья красотки... Ты же ответила. А, заказчица хочет с длинным рукавом платье. Ну, пожалуйста, только не делайте... Видите, там сборка, она немножко обязывает. Естественно, узкие, длинные не надо делать, ни три четверти, такие классические не надо делать. Но я бы сделала и вот здесь слегка присборить в головке. И здесь вот тоже на сборочке, на рулике или на резинке это все будет в тему. Резиночку, нитку, резинку можно здесь обработать, опять же, московским швом, да любой. И причем делайте такой широкий, чтобы легко было сажать. Будет другая группа, девочки, но там немножко будут другие... Девочки, уже, конечно, на год мы не будем, такая группа будет, знаете, их будет, может, несколько, ага, сейчас пообещаю. Ну, это будет на три месяца и какая-то определенная тема будет. Вот первая тема это плюсики будут. Будете наблюдать, какие примерки. Я уж не... Ну, вот в своих МК по плюсикам я показываю, что вещь... Благодаря вот этой вот корректировке выкройки на этом этапе у нас макет садится прям идеально с первого раза. Вы, кто у меня был на курсах для плюсиков, вы в этом убедились. Я уже думала, а как сделать? Может, какой-то макет сделать плохой, а потом показывать, как его, значит, на примерке? Ну, я об этом буду думать. Но прежде всего я хочу показать, буду продолжать, как сделать так, чтобы избегать вот этих многочасовых примерок, многих примерок, чтобы вещь вы сажали с первого раза, а то и вообще дистанционно. Здравствуйте. Кому будете шить сафари? Девочки, я понимаю, что я вам уже надоела. Я уже говорю, мама, наверное, девочек уже тошнит от меня. Но дело в том, что... Девочки, честно, ну, понимаете, как мы обе устаем. Но если я на себя на уставшую буду все это мерить, да, мне ни самой не понравится, и вам не понравится. По поводу своего платья сафари я, наверное, на ютюбе в обзоре конкретно скажу, в чем секрет этого платья. Я его строила сама, причем строила по своей основе, которую делала, когда еще была тонкая, звонкая и прозрачная. Но потом волшебную мерку измерила, посмотрела, что мама дорогая, и стала уже от этого плясать. Все от волшебной мерки. А там секрет такой, девочки, если вы обратили внимание, там нет боковых швов. Там есть раскрешение, но оно, ну, как вам сказать, по клиням, что ли, идет. В этом секрет. А там ничего особенного нет. Там вот этот рельеф, который с выточкой. В общем-то, классическая выкройка с кокеткой. Может, ты еще хочешь платье сафари? Да я хочу платье сафари летнее. Ну, я хочу на тебя его шить. Это будет нагляднее. Расскажите, пожалуйста, про свое платье. А, ну, вот я кое-что сказала, девочки. А завтра очень надеюсь, что обзор сделаем. Я так покажу его и подробнее расскажу, в чем там. Там хишка в этих карманах. Ну, в общем, расскажу, постараюсь. Хлопковый поплин тонкий подойдет в качестве подкладки на летние вещи или будет жарко? Нет, нет, девочки, поплин это слишком. На летние вещи, либо муслин, о котором я сказала, либо батист. Ну, я хочу... Это кто, значит, хочет натуральное? Муслин? Муслин это хлопок и шелком. Либо батист тонкий. Вот в модный базар там большой выбор этих тканей. Если кто терпит, значит, ненатуральное, то, значит, вискозу можно тонкую. Есть еще такой искусственный шифон стрейч, о котором я в МК говорила, вот, в сегодняшнем. Его тоже можно. Мои клиенты с удовольствием носят вот эти чехлы или подкладку из искусственного шифона стрейч. Пап, пап. Связь пропадала. Да, мы все сохраним, девочки. Ирочка, скажите, пожалуйста, как у вас со сном? Вы говорили, что плохо спите, я за вас переживаю. Это нехватка магии. Надо еще нажимать магии пить. Ну, это были, связано были с возрастными некоторыми женскими делами. Ну, сейчас уже все наладилось. А потом мы с Анаит вот эти два дня ходим на пробежку. Не пробежка, три дня. Три дня или два. Я не помню, девочки. Значит, мы прошли 4 километра и 6 километров. И после этого я спала как убитая. Поэтому сейчас спасибо за беспокойство. Сейчас все хорошо. Так. Сейчас очень модно рукава фонарика. Вырез глубокий сердечком. Хотим такое платье. Прямо таки сердечком. Модно, да, сердечком глубокий? Вот честно, вот вырез сердечком терпеть не могла всю свою жизнь. Ну, такое платье. Девочки, подумаю. Пока что не вижу ничего такого. Сафари под вид платья-рубашки. Ну, можно его назвать платьем. Поскольку Сафари предполагает застежку, то можно назвать и платье-рубашки, конечно. Это платье. Платье, да. Девочки, платье. Не, ну, кто хочет, его легко можно сделать костюмом. Есть люди, которые любят. Кстати, очень красиво будет вот а-ля Ивсен Лоран именно костюмом. Ну, у нас будет платье. Найдите мальчика-оператора с мальчиками легче. Ну, не знаю, девочки. Девочки, ну, в женском коллективе мальчик будет. Среди баб, знаете. Нет, я не вижу такого. Здравствуйте, ваша студия просто супер. С нетерпением жду МК Сарафана Анаит. Сарафана Анаит. Какого Сарафана? У меня еще будет Сарафан. Девочки, я не знаю, по поводу какого Сарафана вы говорите. Что мы что-то обещали? Сарафан какой-то? Не знаю, не помню. Про Парчу спрашивала, связь пропадала. Повторите, пожалуйста. Так, а вопрос я не успела прочитать про Парчу. Повторите вопрос. Повторите нас, так нет, а мы не будем. Девочки. Ни в коем случае. Мы же здесь никуда не денемся. Ну а с группой, ну что-то придумаем, да? Как-нибудь. Как дела у Лилить? Видела в сторис видео, она в замечательном положении, когда, ну дай бог, все нормально. В августе мы ждем. В августе все будет хорошо. Сейчас мама как раз занимается платьем для Лили. Хочу Лилить завтра платье быстренько. Быстренько. Быстренько смострячить. Ирина, подскажите, как обработать низ Плесе? Ну я не вам объясняла. Ну смотря какое Плесе. Если Плесе из органзы, там нет проблем. Обрабатываете его московским швом, а потом вот так заминаете все вот эти вот складочки. Да, оно прекрасно ложится. Но, а по-другому, если это не органза, Ну, девочки, вообще-то Плесе, оно изначально продается в готовом уже виде. По-другому его, если вы хотите, чтобы оно сохранилось как Плесе, его вот подол, чтобы был такой, я не знаю иначе. Оно уже готовое должно быть, уже заложены складки в подогнутом виде. Только вот органзу можно потом привести вот в этот вид Плесе, при помощи вот сделать шов этот. Не обязательно московский, обычная подгибка, а потом вот это вот заминать. По-другому я не знаю как. Плюсы, да, плюсы. Спасибо за вашу работу в группе, столько материала ценного. Да, девочки, очень-очень я даже счастлива, что удалось, несмотря на то, что это вот очень трудно. Мы сегодня вышли в МК, а после МК, значит, прямой эфир, потом, ну, обычно я после МК два дня лежу пластом. Очень сложно, но я по-другому не могу. Мне хочется, чтобы вы... Мне вот, опять же, повторюсь, обидно, что не все смотрят. Не все смотрят. Вот это обидно, потому что столько вложено, такая вот все, все, что вот мне я вспоминаю, все показываю, все это, это очень полезно. Ну, я надеюсь, что это же у вас останется. Не сейчас, так потом вы будете возвращаться. Девочки, не будем мы, конечно же, если, не дай Бог, только не заблокируют нас, не удалят нашу группу, мы, конечно же, ее оставляем. И девочка в нашей группе есть, которая... Сохраняется. Сохраняет. Дай Бог, у нее все получится. Но мы не обещаем, как бы, то, что сохранено, сохранить, не сохранить, неизвестно. Но группа всегда будет, если вдруг ее только не заблокируют. Неужели ваша прекрасная группа будет... Да только что... Нет, девочки, не удалена, боже упаси. Я же просто ответила. Я думаю, ты на какой-то дуэток вопрос не поделаешься. Нет, девочки, не поняла, вы создадите группу для плюсиков, да. Не для плюсиков, а группу для тех, кто шлет, может быть, на плюсиков, ну да, или кто вообще как-то, как-то связан с плюсиками. А эта соседка плюсик? Ну, она как будто, опять же, очень относительная. Плюсики – это очень относительное понятие. Я не знаю, как... Девочка, не каждая же соглашается. Животик, животик у нее точно на плюсик, так я зрительна. Но если нет, то будем искать другого такого плюс. Девочки, ну вы не забывайте, мне же надо допрыгнуть до плеча. Я с удовольствием на кого-то. Поэтому я говорю, стремянку надо красивую, такой стульчик, раз, два, стремяночку. Я представляю, как я буду кряхтеть, подниматься на стремянку. Девочки, подождите, я сейчас измерю длину плеча. Добрый день, Ольга Дмитриевна. Спасибо вам, вы всегда так внимательны, ко мне тоже очень внимательны. Спасибо большое. Спасибо. Всегда вижу ваши комментарии и очень ценю это. Спасибо. На ваш взгляд, в каком направлении шить платье 3 метра шелк, лен, роза на бледном фоне, чтобы не получилась возрастная модель. Ваши советы всегда в цель. Благодарю. Роза на бледном фоне 3 метра шелк, лен. Шелк, лен, роза на бледном фоне. Ой, что-то красивое, видимо. Чтобы не получилась возрастная модель. Ну, чтобы не получилась возрастная модель, не делайте выреза сердечком, пожалуйста. Ну, там еще модель надо... Если можно, пришлите мне фото, ну, как бы, модели. Ну, хотя бы силуэт в директ, чтобы я могла сообразить. Я так сразу представлю, чего не надо делать. Так как ты имеешь в виду прислать? Ну, ткань... Нет, параметры модель. На кого шиться это будет? Здравствуйте, Ирина. А как можно укоротить трикотаж, чтобы при раскрою, в трубочку не сворачиваться? Кстати, может, мам, классно показать вот это, то, что мне нравится. Может, на канал сделать? Вот, и надо трикотаж найти такой. Тоненький-тоненький трикотаж. Сейчас очень модно, девочки, летний трикотаж хлопковый можно сделать. Такая, я не знаю, как ее назвать. Ну, не всем понравится. Шазюбль, не шазюбль, но для молодежи очень... Ну, не модно. Кстати, да, для полуги. Как можно укоротить трикотаж, чтобы раскрою трубочку, не сворачиваться. Девочки, ну, это элементарно, как бы паром парить ее и... Ну, я надеюсь, вы знаете, как я краю на раскроенном столе с подложкой. Вот если и вы так делаете, то проблем с этим не будет. А если вы будете краить на вот классическом раскроенном столе без подложки, то да, будут проблемы. Добрый вечер. Добрый вечер. Привет, привет, привет. Добрый вечер всем, девочки. Добрый вечер, приятно вас видеть. Спасибо. Ирина, я купила очень красивый лен, но он сыпется. Можно швы проклеить долевиком, а потом строчить. А что вы шьете? Сыплется лен. Ну, во-первых, прежде всего, надо шить что-то, что будет оверсайз, потому что даже если вы укрепите, а изделие будет облегающим, то при движении рано или поздно швы пострадают, то есть они расползутся. Это прежде всего. Выберите правильную модель. Проклеить долевиком, тогда не долевиком, а проклеить тонкой полоской, тонкой полоской, тонкого трикотажного дублерина. Добрый вечер, опоздала. Может быть, вы об этом говорили, обзор новой бурды, когда ждать? Мы сегодня только журнальчики купили. Да, мы даже не смотрели. Очень хочется просмотреть на эти журналы вашими глазами. Девочки, ну мы вот снимем на мамину, да? Да, в основную группу, да, снимем обзор. Только утром надо прям конкретно все поснимать, чтобы я монтировала потом. Добрый вечер, опоздала. Мне страшно. Добрый вечер. А на эту метку? Да нет же, уже все знают, что она не умеет шить. Вы чего? Но зато она это умеет, Габелина такая, так что не все потеряно. Так, добрый вечер. Здравствуйте, милые девочки. Ой, Инга. Инга. Желаю вам красивого, счастливого лета. Здесь, в Москве, летом не пахнет. Не знаю, когда поеду. Мой любимый белье сильнее. Мы вчера вспоминали Тбилиси. Все-таки хорошо там было. Да. У нас лето, у нас сегодня тепло. Спасибо, дорогая. Хорошо. В этом году, к сожалению, мы тоже не знаем. Ну, скорее всего, отпуск нам вообще никакой не светит. Ой, а так было хорошо. Да. Батистовое платье Анаит шью и штапель. Получилось очень объемное, хотя брала на размер меньше. Сделала выточки. Сделать выточки на лифе. Значит, а какое именно платье? Батистовое. Вот это платье получилось очень мобилно, хотя брала на размеры. Вы знаете, что выточки на лифе, вы имеете в виду объемное, оно как... Оно и должно быть объемное. А выточки на лифе, это вы имеете в виду талиевые выточки, чтобы делать его, притавить? Нет, я вам не советую. Девочки, вот в этих фасонах очень тонкий такой момент. Если вы... Вот как оно есть широкое, так оно современно, стильно, красиво. Ну, а вот начнете вы заужать его, это будет уже бабский вариант. Пожалуйста, оставьте его, как оно объемным, так и должно оставаться. Тем более батистово. Вы к нему привыкнете, попробуйте к нему привыкнуть. Попробуйте его носить и не думать о том, что оно объемное. Я почему вам говорю, потому что я себе сшила шифоновое платье по типу вот этого, как у Анаит. Ну, такой у меня шифон был. Я знаю, что у него искусственный шифон. В нем просто легко ходить вот по двору, скажем так, да, когда солнце печет. И я сделала, значит, себе вот это вот точно как Анаит. Оно очень красиво было. Даже моему мужу понравился вот этот объем. Говорит, ты как Зыкина. Видимо, это большой комплимент. Так, ну, он имел в виду, что такая величественная. Знаете, и там вот этот объем, это было так красиво. Но потом как-то мне показалось, что слишком объемно. Я взяла его ушила и очень пожалела. Потому что всю вещь, шарм ушел, а стало бабское платье. Вот так вот точно по двору ходить. Поэтому подумайте, стоит ли его ушивать. Расскажите, пожалуйста, про свое платье тренчик буквами. Ну, вот я рассказала, что платье, значит, ну, я его сама строила. И там есть такая хитрость, там нет боковых швов, есть выточки, но есть клинья, которые расклешаются. Я завтра, мы завтра снимем обзор, и я расскажу, в чем там, в чем особенность. Ну, особенно таких, там, значит, карманы такие вот расположены, интересно, параллельно лацканам. Ну, расскажу завтра. Приятно шить на наит вещи. Такая красивая дочь. Спасибо большое, доченька, но пока шестимесячная. Ну, у вас все, все впереди. Я вам даже завидую. Пусть все будет хорошо. Рита не нравится. Мне тоже. Ну, девочки, ну, он такой, ну, такой простецкий. Ну, честное слово, девочки. Ну, конечно, есть свой шар, но там хотя бы яркий. Он, наверное, если будет яркий. Я шила наит старофан такого типа, твоего красного полосатого и джинсового. Джинсовый. А, да. Ну, там интереснее сделано. Там хотя бы есть, ну, а это, ну, совсем простецкое. Добрый вечер. Да, девочки, где уместен роликовый шов на вербаке? Ну, где уместен? Много где. В красотке вполне мог бы быть ролевый шов. Потом, ну, где? В стиле боха, сплошь и рядом, либо вообще необработанный срез, либо вот роликовый. Вы не бойтесь его делать. Он потом, там блузы, где такие валаны, такие, знаете, щедрые, там тоже уместен. Ну, вот смотрите, я сшила Риту два года назад, сшила, разочаровалась, не надела ни разу. Не, ну, не совсем, чтобы не так ходить, в магазин сходить. Ну, это не элегантно, не изысканная вещь, девочки. Ну, уже пора, пора отходить вот это, вот честное слово. Мне вот эти, как гляну на какие-то самострои, обнять и плакать. Девочки, сейчас столько возможностей, как бы повысить уровень этого всего. Не надо скатываться совсем до уроков труда, сказала бы я так. Мне очень понравилось платье Сатюшки. Такая маленькая, но мама его за 4 часа сшила, девочки, срочно надо было. Вот, говорю, мама, вверх, белый верх, темный низ, нарядный, ничего с собой не взяла. А у них было зумпати вчера. И мама за 4 часа быстро смострячила платье. Да, из остатков, что осталось, это она и платье, да. Ну, ей тоже нравится. Такая маленькая она и. Ну, да. Ну, вроде ей понравилось платье, да, мама вчера? Она прям прыгала, она даже сама не ожидала, что ей удобно. Такая девочка у меня, она джинсы, шорты, это ее платье, она, а это ей понравилось. Нет, она ведь не надоела, мы вас любим. Спасибо большое. Спасибо. Ой, мне надо в новую группу. Ну, девочки, подождите, мы с этой сначала закончим достойно, чтобы никто не разочаровался и все было хорошо. Аннаит, на вас смотреть одно удовольствие. Продолжайте быть моделью. высказывать. девочки, это меня мотивирует похудеть, я просто не могу уже. Мы потом Лилю привлечем. Да, Лиля. Качество, как Аннаит, вам надоест, мы будем с Лилей чередовать. И с Люсей же можно. Специфическая посадка. Я шила Риту два раза. Специфическая посадка. Так, опять я что-то не думаю, я шила. Сзади на спине пузыль, лифт максимум. Девочки, ну, это не потому, что там какие-то лекала. Я не о лекалах говорю вообще. Лекала любые надо, что у этого, значит, ресурса, что у другого. Лекала надо сажать на свою фигуру, потому что они рассчитаны в любом случае на такую усредненную фигуру. Дело не в этом. Я имею в виду, в общем, этот вид. когда у нас есть журналы, когда у нас есть возможность смотреть по Ютьюбу самые лучшие образцы, а мы скатываемся до какого-то такого примитива-примитива. Ну, мам, ну, мы тоже, знаешь, шили на Ютьюб простое. Ну, оно как бы современное. Видишь, какое оно современное. Оно современное. Это смотришь, ну, такой сарафан, ну, не знаю. Девочки, что значит, да, старались сложно шить, такого всплеска не было просмотров. Шили два простых платья, отличные просмотры. Вот ты думаешь, как быть. А на Ютьюбе нам бы, конечно же, хотелось много просмотров. Вот так. У меня размер плюс, по бурде не садится, много корректировок. Ну, естественно, не садится. Вот я и показываю, как в курсах для плюсиков. Вот буквально сегодня мне отзыв прислали, что, да, вот по этому курсу хорошо садится жакет. Я специально подобрала такую модель, которая как бы универсальна и будет стройнить любую полную фигуру. Ну, вот в новой группе я уже другие буду предлагать, более современного кроя и современного стиля изделия. А так, вот девочки, я вот сколько раз говорила, что плюсы для вот европейские, да, они далеко на наши не похожи. Там всё-таки фигуры не грудастые, сказала бы я. У нас вот все, вот, ну, и там эта волшебная мерка не учитывается, всё усреднённо, вот понимаете, усреднённо. я вот говорю и по-моему в группе я говорила, что не может быть при одинаковых ОГ, ООТ, ОБ, а фигуры кардинально разные. И как же можно, как же можно одну выкройку использовать, ну, а выкройка по объёму груди, да, усчитывается, как же можно вот эту вот выкройку посадить и на женщину, у которой узкая спина и такая грудь роскошная. И у той, которая плоская грудь, но широкая спина. Анаит, не надоело, просто мы не такие высокие и стройные. Девочки, ну, высокие, метр семьдесят, да, ладно, средний рост, но стройные меня уже сейчас не назовёшь. Это я вам серьёзно говорю. У Анаит, вы знаете, ну, не девяносто, шестьдесят девяносто, все девочки. У меня бёдра вот последний раз намерили, сто четыре, сто два, сто четыре, поэтому, девочки, обычная фигура, наверное, всё-таки правильные модели надо выбирать. Правильные модели. Ну, и каблуки, конечно, не, да. Кстати, это платье, мы же хотим, да, господи, сколько я вообще завтра хочу сделать, я не знаю, когда мне надо проснуться, чтобы всё это успеть. Значит, девочки, мы же хотим вот это платье немножко переиначить, чтобы сейчас вот эта вот тенденция защипы, да, это сейчас очень модно, и мы хотим в этом платье показать, вот, что они делают, как они меняют модель, вот эти защипы. Мы же дальше в группу должны снять защипы, Ну, вот в группу, да, мы покажем это всё, и Анаит наденет это платье уже с кроссовкой. Ну, я в кедах сегодня дошла, в кедах, в кедах, да, ну, кстати, кеды этим я бы дома с другими показала, классно было бы. Привет, Ирина, а как обработана горловина в вашем платье? В этом платье моём? Давайте вспомню. Девочки, это обработано, значит, это же как дошилось, обработано так же, как в группе я показала платье беж, помните, там, значит, бейка не по косой, а может девочка в нашей группе? Ну, я расскажу, как есть. Значит, бейка не по косой, а как её уложить по косой? Вот эти вот хитрости. Девочки, у меня в группе очень много моих авторских наработок. Любой классический преподаватель скажет, что это всё не профессионально. Да какая разница? Но дело в том, что давайте ориентироваться на результат. Если нравится результат профессионально, это классический или не классический, называйте как угодно. Если это красиво, то это хорошо. И вот, потому что по косой можно, конечно, делать, но мне не нравится. А вот так мне нравится. Поэтому посмотрите. Платье на наид шили в закрытой группе. Да. У нас там уже 12 полноценных имправлений. И не просто изделий, а интересных. Да. Добрый вечер. Успею попасть в действующую группу. Конечно. В неё нельзя опоздать. Опоздать нельзя. Девочки, мы шьём. Все эти МК есть. Мы хэштеги сделали. Вы по хэштегу проходите. Там серое платье, чёрное платье, жёлтое платье, платье топ. Вы как бы смотрите МК. 12 штук. И вы в любое время, если вы вступаете, вы видите всё, что было до того, и что будет после того, И, кстати, в рассрочку можете, и кому как бы не по силам сразу, вы можете в рассрочку платить. Всё тут про модель Анечку, это понятно. А я смотрю сегодня на платье Ирины. Интересно, ткань такая красивая, так играет в области груди. Это шифон, девочки, шифон натуральный. У меня тоже такое платье. И тоже чехол отдельный, да, и вообще мы шифон любим, да? Да, вот я шифон очень люблю. Очень. Добрый вечер. И не бойтесь его, девочки, не бойтесь, потому что с ним я в группе, кстати, опять же показала, как можно шифон кроить, чтобы он вот это вот по... Чтобы он был, короче, как его украшать. Добрый вечер. Только что любовалась в вашей студии, так мило там. Спасибо. Да. Добрый вечер. Если будет возможность, подскажите, как обработать окат рукава у безрукавного топа с большими подплечниками. Много вижу в Инстаграме такой фасон. Да, это сейчас очень модно. Как? Мы сегодня об этом говорили, значит, обработать окат рукава у безрукавного топа с мышью. Ну, это то, что я тебе сегодня показывала. Девочки, ну, я так думаю, что я бы, я бы его делала, знаете, каким. Вот эта цельнокроенная обтачка, которая вмещает в себя обтачку оката, потом переходит в обтачку горловины. Вот как я показала на канале, платье есть, люсина, льняное, вот по этому принципу. Ну, и в группе я что-то показывала. Вот так бы я обработала и вставила бы туда, значит, подплечники. Я так уже делала, правда, очень давно. У меня есть клиентки, которые, ну, не мыслят себя без подплечников. То вот с тех пор, как с 90-х, как пошло с 80-х. Поэтому я всячески придумывала, как вставить. Я хочу джоггеры, и вот это будет классно. Причем из трикотажа. Ну, надо подобрать, и джоггеры, я думаю, будет многим интересно. Да. Тараса Кусыты, про-про-про-про-дивного мальчика Тараса. Дядя. Я как раз так и у нас ег на примете, но сам понимаешь. Как же я хочу в новую группу для плюсиков. Жду с нетерпением всегда с вами. Спасибо. Спасибо, девочки. Главное, модель еще не знает, что она будет одета, а мы уже ее одеваем. Ну, если не она, значит, Лена. Лена. Но она далеко живет. Девочки, нет, нам надо поближе. Это очень, очень это суетливо, когда модель живет далеко. Понимаете? И нам ее ждать, и я приезжаю, и я уезжаю. Да, и тебя ждать, и ее ждать. Ну, Господи, да у нас модели, главное, чтобы она согласилась на камеру. Вот в чем дело. Да. Можно ли шить парчи на утеплитель или удлиненный жакет, как пальто Лилит? Из парчи на утеплителе для полмена же, как пальто. Да, можно, да, я поняла, о чем вы говорите. Да, можно. Но, чтобы, девочки, опять же, чтобы вот пальто Лилит, вы же видели, что оно такое расклешенное чуть, вот именно такое, чуть-чуть просторное. иначе парча, она очень деликатная, швы, ну, короче говоря, чтобы это было не в обтяжку. Любимый дуэт. Ой, спасибо. Как может она надоесть? Мама, дочь, так все на вас всегда приятно и радостно смотреть, душу греет ваше видео. Спасибо вам огромное за вашу штуку. Спасибо. Нам очень приятно. Ну, я говорю, мама, я у тебя в ленте постоянно, уже давай, как бы, немножечко себя ставим. Знаю, лучше говоря, девочки, скажем так, знающие специалисты делают как бы оценку, кто как, чего там, ну, у кого какая лента, насколько профессионально. Вот вы знаете, что меня стало, стало как бы напрягать, что вот я когда в инстаграм попала, да, я там вот, ну, как по повелению души, да, что хочется, вот хочется мне сегодня вам цветочки показать свои. Как-то вот они сегодня, или есть у меня время, я их выложила. Мама от души как бы делает. А вот она не может... А сейчас, оказывается, все надо, Господи, уже и это наша сфера нашей жизни, и она подвержена каким-то уже правилам, и здесь нам надо какой-то час, если вы хотите быть успешной, если у вас, значит, много должно быть подписчиков, если хотите, то надо в какое-то определенное время, и цветочки там не нужны, и, боже упаси, там что-то вот захотелось вам сегодня, вот у меня получился красивый плов, я искренне, не потому что я хвастый, а мне хочется показать, что и плов может быть красивый, да, девочки, это же вы мои подруги, да, посмотрите, какой классный у меня плов получился, да, а оказывается нет. выставишь плов, попадешь в какой-то бан, потому что у тебя не по теме, или, ну, в общем, вот это не осталось напрягать. Интуиция, да, интуиция, правильно я сказала? Наконец-то, наконец-то, нужно попасть на прямой эфир, добро пожаловать. Да, вот, вот так мы в эфире сидим, еле помещаемся, уже, добрый вечер, Анаит умеет кройки жить, да нет. Анаит нам подает на выкройки. Я же вам уже ответила, я... Анаит умеет девочки снимать, как их, выкройки из журнала, для меня это смерть, я вот это вот время, мне так жалко, это вот выкройку переснимать, это... Митку в иголку я умею. это для меня, вот самое сложное, что это делает Анаит. Я еще раз повторюсь, я умею ткать гобелены, но ты совсем думаешь, что я не умею. У нас она окончила академию. Опять плиссе, боковой шов после машинной строчки немного стянуло, стала разутюживать. Не, ну как же можно разутюживать боковое, это плиссе. Вы лучше прострочите, ну, плиссе с кладкой, ну как же вы так могли повырвать? Натали, это Натали. Я от вас не ожидала такого, что вы будете разутюживать эти. А что теперь делать? Надо думать. Не знаю. Над этим надо думать, что теперь делать. Печалька. Смотрю все, не успеваю воплотить в жизнь. А не надо за мной, девочки, я просто хочу, чтобы вы просматривали. Не обязательно шить все подряд. Вы когда-то, может быть, сошьете то, что мы сейчас шили. Мне кажется, изделие, которое мы вот там шьем, это будет, как бы, это и классика новая. Популярно будет очень долго. Просто, чтобы вы просматривали. Потому что, вот вы сегодня шьете заказ какой-то, у вас там какая-то заминка в каком-то узле. Вы не посмотрели МК, может быть, вам какой-то МК, вам бы пригодилось. Поэтому мы так отстали. Читала, что в группу можно попасть в рассрочку. Да, напишите, пожалуйста, в директ. Мы идем навстречу. А вы видели платье Милани, трамп, горизонтальную полоску, юбки, выкроены как будто АГД, но при этом полоска идет горизонтальная. Как получить такую кровь? Ну, пришлите мне, я не знаю, я не видела. Мне очень нравится, как она одевается очень. Вы нас спросите, мы смотрим, но не всегда сразу, по мере возможности. Спасибо. Дело в том, что она ведь надоела, просто у нее модельная фигура, на нее все сядет и сразу хочется. Ну, видишь как, ну нет, неправильно, неправда. Раньше я была стройной, сейчас я уже не устроена. Извините, присоединилась позже, про платье сафари в группе будем жить. Нет, девочки, отдельно мы как? Много изделий из группы еще в планах, у меня все сошьется. Добрый вечер, пропустила начало, рада вас видеть и слышать. Спасибо, Юлечка. Так, хотелось бы все, хотелось бы для плюсиков размера 60 плюс. Мне там по-моему 60 плюс нет. Ну, будем стараться, девочки. Спасибо огромное за эфир и за все. Может быть, не смогу остаться до конца, но я вам очень благодарна, дорогие Ирина и Нейт. Спасибо. Спасибо. Провыли с сердечком в точку. Как вы все успеваете, домашняя работа, студия МК. Сложно, девочка? Сама в шоке, Дима. Сложно. Очень. Ну, что делать, приходится. А как вы к ярусным юбкам относитесь не очень пышным на взрослых женщин? К ярусным юбкам я отношусь хорошо. Я вот, кстати, наблюдаю, некоторые дамы сейчас достали, те, которые вот были модные, и для лета почему нет? Беспроигрышный вариант. Но тут надо делать так, девочки, тут с длиной надо определиться. Все-таки ярусная юбка, она хороша, когда она вот именно длинная. тогда она выглядит современно. и там пропорции надо учесть вот эти вот ярусов. Но отношусь хорошо. Малярный скотч для края трикотажа помогает. Кстати, я слышала это. Не, но это если клеить к голому столу. А если вот как я делаю, просто вколоть в этот, в подложку, то не надо будет, не надо изощряться. Слышу слово шазюбль, тот, что из органзела наит, шикарнейших вспомнила. Добрый вечер, девочки. Случайно увидела, что вы в эфире, только думала, что вас давно в эфире не было, очень соскучились уже. Как же у вас красиво в студии. Спасибо, нам очень приятно, девочки. Мы сами, для нас самих это как разнобой, но вроде все собралось в кучку. Так, чтобы трикотаж не сворачивался, смочить крахмальным раствором. Добрый вечер. А как вам удается попробовать смочить все крахмальным раствором? Не всякие там разводы могут быть. Нет, девочки, я бы не советовала так. Не знаю. А как вам удается будет такой худенькой? Ну, как удается, я не знаю. Вот мне уже не удается, девочки. Нет, и мне уже очень сложно. Мы вот видите, взялись за себя основателем. Посмотрим. Получится у нас или нет. Так, Ирина, в некоторых выкройках долевая нить поперек. На что это влияет? Виси выкройки. Выкладывать вдоль ошибкой не будет. Долевая нить поперек. Ну что ж, а это в каких выкройках почему-то? А, да-да-да, бывает и такое. Ну, знаете, как, смотря какая модель, может быть, там для модели надо, чтобы оно топорщилось, понимаете? Может быть, в силу принта так, я не знаю. Но вообще-то, если вы будете поперек, то вещь просто как бы она будет топорщиться. Вот и все. Не будет опадать. Ну и, не знаю, бывают купонные ткани, ты вынужден так креять, а еще бывают кружевные. Если есть фистоны, то тоже так, то есть по объему там измеряется. Но в журнале, если дано так, значит, так и должно быть. Тогда вы, значит, следуйте рекомендации по тканям и следуйте тому, как раскладку делают выкройки. Мне очень понравилось платье, знаете, но мне 53, и я, ой, какой плюсик с маленьким ростом. Можно ли использовать два цвета, белый и черный, например, или все-таки с одной ткани? Нет, вот в этой модели вам лучше все-таки делать одну ткань. Я так думаю, будет уже красиво, потому что, ну, волан этот вот уже будет классически красивое платье. Но вот так вот резать себя пополам не надо двумя контрастными. либо вы делаете, значит, например, беж темный и беж светлый, и это будет хорошо. Вот, но контрастно делать не надо. Так, добрый вечер, добрый вечер, девочки. Ой, прелесть, спасибо, очень приятно. Спасибо. Как будет, если рукав к платью с оборкой, то что надо ей подшить под рулик? Если к рукава к платью с оборкой, то что надо ей подшить под рулик? Рукав с оборкой. Вы имеете ввиду бейку, да? Ну, девочки, здесь, как бы, в журнале там вообще классическая обтачка делать. Все, что угодно можно делать. Можно неконтрастную делать, вот это вот, можно и рукав сюда, все, что угодно. Она это не умеет, да что ж вас так? Да, девочки, я не умею шить, мама учителя. Да, Династия. Ну, Сатюша продолжит. Династию, я надеюсь, Сати продолжит. Ну, вот так бывает, да? Так, платье на... Зекина, да? Привет, привет, у вас общее высказывание, бабский вариант, смеюсь. Ну, девочки, мне не хочется так выражаться, но я не знаю, как еще сказать. Ну, понимаете, вот этот крой вот выдает, изделие выдает, все говорят, вот стильно, не стильно, красиво, некрасиво, а непонятно, в чем разница. А разница вот в несовременном крое, вот в какой-то, понимаете, не к месту простоте, что ли, я не знаю, я не говорю, что надо все там изощряться, так усложнять, как вот Марос, да, скажут, но для кого-то это вообще безвкусица, наш Марос, например. Вот, но и когда простая вещь, то она должна быть как-то изысканно простая, что ли, а не вот, вы видите, какая-то, ну, совсем что-то такое, не знаю. Красная полосатая, тоже, помню, мечта, как только ткань попадется, подходящая. Красная полосатая, там пуговицы такие, ну, вот этот стиль, там хотя бы пуговицы вот эти вот как-то украшают. А, кстати, очень похож вариант, но интересно. Я все платья у Аннаит помню, даже я девочки не помню. Я мечтаю о своей гардеробной, у меня маленький гардероб. Московский шов круче роликов? Ну, как сказать, смотря где что, девочки. Круче, да, он сложнее, наверное, но если у вас хорошо делает оверлок, то очень хорошо, когда роликовый вот этот шов. Ну, круче как? Да, изысканно, как бы в люкс одежде будут, конечно же, использоваться московский шов, а не роликовый. И то сейчас это все относительно, девочки. Если я считаю, как красивый оверлок, четырехниточный, например, из полупрозрачных ниток, это же тоже имеет значение, какие нитки. Если полупрозрачные нитки, четырехниточный или трехниточный оверлок выглядит как, как, так роскошно, как вышивка. Поэтому все очень относительно и от многого зависит. Ой, я расстроилась насчет поплина. Купила много, он белый, натуральный, полупрозрачный, светится. Продавец говорил, что подойдет на подкладку на лето. Куда теперь его пристроить? А подождите, он что, белый, натуральный, светится, полупрозрачный, светится поплин? Ну, может быть, а точно это поплин, если он светится и полупрозрачный? Ну, вы сами, вот представьте, если это подкладка, а что вы будете? Не будет это поплин, он вообще-то такой, знаете, держит форму вообще-то. Не будет это все жарко, как бы плотно слишком. Не знаю. Не расстраивайтесь, пришлите мне видео, чтобы я посмотрела хотя бы, может быть, мы именно вот в названии ошибаемся. с группой лично я не разочарована. Что планируете на десерт в группе? Ну, пока еще не знаем, девочки. В группе на десерт? На компот? Да. Девочки. Пока не знаем. Вот как только я увижу, у меня есть одна задумка, там что-то еще, чего мы, а я не знаю, чего мы там не показывали. Воланы были, оборки были. Девочки, ну, что-то еще. Кольца были. Кольца бы, чего только не было, девочки. Марос был. И Марос даже был, девочки, и Марос был. Как моя подруга сказала, ну, ты совсем куку. Я говорю, почему? Говорит, дизайнерскую вещь, и так запросто. Ну, мы от души. Хочу в новую группу. Я плюсик. Девочки, ну, подождите, мы еще какие-то нет. С этой разберемся. А можно ли платье шить из пастельного? Пастельного сатина. Пастельного сатина. Очень понравилось. Ну, конечно, а что пастельное? Если это сатин, это и есть сатин. Конечно, забудьте, что он и органза, она может быть, и из шторной органзы можно шить пыльника. И шили девочки наши. Платье с Ютьюба сейчас у меня на столе шьется. Ну, тогда удачи вам. Здравствуйте. Ой, тут вопрос, дорогая Ирина, показывайте, что считаете интересным, и мы бы подтянемся. Ну, я так и стараюсь. Все гениально и просто. Поэтому платье нравится. Катимся к минимализму. Когда будет новая группа, девочки, не скажу. Потому что не знаем. Подтянемся и подтянемся, да. Я ношу, мои изоляции, шила платье с кольцами. Раза по три все ролики на Ютьюбе пересматривала. Ну, замечательно. Потому что вы находитесь, находите простые модели, которые превращаются в саму элегантность. Расскажите про основные признаки современного кроя. Благодарю за ответ. Ну, основные признаки я, это целая лекция, девочки. Это я, у нас лекторов хватает без меня. Вот. Основное, что девочки, если хотите избежать, чтобы, знаете, это явно кричало, что это не современный крой, давайте не будем делать вырез сердечком. И давайте не будем делать вот этот рельеф, который классически идет вот по самой выступающей точке груди. Переходите. Есть же другие рельефы. Есть рельеф, который вот уходит к боковому и с выточкой. Это более современный крой. Ну, и классическое от плечевого рельефа. Он тоже я люблю. Он очень стройнит. А вот этот вот круглый рельеф, ну, это выдает как бы уже несовременность модели. Так, что еще? Элегантность. Ну, да. Я тут сейчас что-то накручу. Ага. Очень нравится она. Это красно-белое полосатое летнее платье с кружевом. Красно-белое. А, вот это еще, да. Там на юбке полоски по диагонали. Как посчитать количество ткани? Спасибо. Девочки, ну, берите два с половиной метра, не прогадайте. ой, боже, мы уже час сидим. Да? Да. Кеды сейчас на пике, а мужа успеваете кормить? А, Не, попробую, только его не успею покормить. Поздно при зиме. А мы зайдем еще раз, Не знаю, тем, да. Есть девушки, живущие сейчас в Европе, связанные с фэшн. Говорят, что большие деньги сейчас складывать в учебу.